Господь, Свет Мой и Спасение Мое, Кого мне бояться! Господь, крепость жизни моей, Кого мне страшиться! Если будут наступать на Меня злодеи, Противники и враги Мои, Чтобы пожать плоть Мою, То они сами приткнутся и падут. Если оплачится против Меня полк, Не убоится сердце Мое, Если восстанет на Меня война, И тогда буду надеяться. Одного просил Я у Господа, Того только ищу, чтобы пребывать Мне в Доме Господнем Во все дни жизни Моей, Созерцать красоту Господню И посещать святые храмы Его, Ибо Он укрыл бы Меня В скинии Своей в день бедствия, Скрыл бы Меня в потаённом месте селения Своего, Вознес бы Меня на скалу. Тогда вознеслась бы голова Моя над врагами, Окружающими Меня, И я принёс бы в его скинии жертвы Словословия, Стал бы петь и воспевать пред Господом. «Услышь, Господи, голос Мой, Которым Я взываю, Помилуй Меня и внемли Мне. Сердце Мое говорит от Тебя, Ищите лица Моего, И я буду искать лица Твоего, Господи. Не скрой от Меня лица Твоего, Не отрынь во гневе раба Твоего. Ты был помощником Моим, Не отверни Меня И не оставь Меня, Божий Спаситель Мой, Ибо Отец Мой и Мать Моя Оставили Меня, Но Господь примет Меня. Научи Меня, Господи, Пути Твоему, И наставь Меня на сезю правды Ради врагов Моих, Не предавай Меня На произвол врагам Моим, Ибо восстали на Меня Свидетели Живые И дышат слобою. Но я верую, Что увижу благость Господа На земле живых. Надейся на Господа, Мужайся, И так укрепляется сердце Твое, И надейся на Господа. Сегодня мы обратим свой духовный взор на 26-й псалом святого царя и пророка Давида. Этот псалом, согласно его наименованию, написан Давидом еще до его помазания на царство после смерти Саула. Он в особой степени выражает благочестивые и благоговейные чувства, с которыми душа обращается к Господу, и особенно во времена гонений. Начинается данный псалом с воззвания «Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей, кого мне страшиться?» Эти слова в очередной раз показывают, что в каких бы трудных и стесненных обстоятельствах Давид не оказался, он всегда знал, что только Господь является его единственной защитой, спасением и опорой. В свое время преподобный Абва Исаия учил «Никогда не надейся на свои силы, и помощь Божья будет соприсутствовать тебе». Несмотря на свою достаточно тяжелую жизнь, святой псаломопевец обращается к Богу с одной лишь просьбой. Нет, он не просит победы над своими собственными врагами, он не просит, чтобы его царство было несокрушимым, он не просит, чтобы подданные почитали его и преклонялись пред ним. У Бога Давид просит совершенно иного, не того, чего желают многие правители, в том числе и современные. Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в Доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать святый храм его. Святитель Филарид Дроздов поясняет, Давид просит Бога о том, что по сути должно быть желанием и стремлением каждого из нас. Всегда пребывать в Доме Божьем, иметь возможность возносить ему молитвы и лицезреть его славу. Указанными словами святой царь и пророк Давид как бы обращаются к Богу. «Находясь в изгнании, я разлучен семейством своим и своими сродниками и безвинно лишен всего имущества и имени честного гражданина». Но не столько все это тяготит меня, сколько мучит скорбь о том, что я удален от храма Божья. И упывая на милость Божью, я, однако, ничего из тех временных благ не ищу и не прошу Господа, а прошу одного только, чтобы непрестанно присутствовать мне в святом храме его, взирать на божественную красоту его и созерцать все совершаемое по его божественному установлению. Любовь к богослужению — это одно из самых возвышенных стремлений человеческой души. По замечанию одного из богословов, своей красотой богослужение напоминает нам о том, чего мы, к сожалению, лишились посредством грехопадения наших прародителей Адама и Евы — о красоте и благолепии рая. Именно богослужение призвано восстановить то, что мы утратили в раю, а именно возможность общения с Богом. Продолжая свое обращение к Богу, псаломопевство слицает «Сердце моё говорит от Тебя «Ищи лица моего, и я буду искать лица Твоего, Господи». Искание Бога — вот главная задача человека. И эта задача особенно остро встает пред нами с того момента, как мы утратили Бога по причине уклонения ко греху. Святитель Иоанн Златоуст, рассуждая над важностью богоискания, спрашивает, «Как можно найти Господа?» и сам же на свой вопрос отвечает, «Только с великим усердием, подобно тому, как золотоискатель ищет малые крохи драгоценного металла в необятной пустыне. Будем же искать Господа так, как мы ищем нечто потерянное, но при этом очень важное для нас. где же можно найти Господа?» На этот вопрос, пожалуй, лучшую подсказку дает нам святитель Афанасий Великий. Путь к Богу не так далек от нас, потому что Бог не вне нас, но в нас самих. По мысли псалмопельца, самым большим наказанием для человека является забвение о нем со стороны Бога. Святой Царь Пророк Давид умоляет Господа «Не скрой от меня лица Твоего, не отрынь во гневе раба Твоего». Размышляя над указанными словами, святой праведный Иоанн Кроштадский сознается «За грехи мои я достоин того, чтобы благость Твоя отвратилась от меня, но благостью Твоей умоляемой Господи и творче мой призри на раба Твоего. Если ты отвратишь от меня лице свое, я буду несчастнейшим человеком». Любовь Бога к человеку безмерно велика, но мы, к сожалению, не всегда помним об этом. По замечанию псалмопевца, божественная любовь превышает даже любовь родителей к своим детям. Давид пишет «Ты был помощником моим, не отверь не меня и не остав меня Божий Спаситель мой, ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня». Судя по всему, данные слова были произнесены псалмопевцем в то время, когда он находился в изгнании в чужой земле, где рядом с ним не было никого из родных и близких ему людей. И только божественное присутствие вселяло надежду и одновременно с тем успокоение в его тревожное сердце. Именно по этой причине 26-й псалм заканчивается достаточно оптимистическим настроением «Но я верую, что увижу благость Господа на земле живых». И в связи с таким собственным настроением Давид призывает и каждого из нас к надежде на Бога. «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа». Читая данный псалм, мы должны помнить, насколько важна в нашей жизни надежда на Господа. Без надежды мы ничто, ведь именно надежда является показателем нашей веры и преданности Господу. Если мы не надеемся на Бога, значит мы и не верим в Него. Помним об этом будем просить всемилостивого Бога, чтобы Он укрепил в наших сердцах и наших душах спасительную добродетель надежды, с помощью которой мы сможем достичь вечного блаженства во Христе Иисусе, Господе нашим, которому слава и поклонение подобает во веки веков. исчез. Иисусе,